Всем здрасте! Представляете, сегодня с утра звонок, звонят из детской областной больницы, говорят, отец Андрей Пальчук Валентинович, как положено, у вас кровь 2+, нам нужна срочно, пожалуйста, подъедьте, сдайте там. Я говорю, конечно. Как хорошо, что в нашей епархии есть много-много направлений помощи людям, и одной из них кровь. Много раз приходили наши священники, сдавали кровь, и теперь мы в базе данных, и когда что-то случается, мы можем помочь семье, помочь детям, поэтому это очень классно. Когда-то придет такое время, и нам нужно будет. Обязательно люди помогут, я уверен. Прекрасно. Пока я тут пью чай, наша православная христианка подписала петицию. С какого раза? С четвертого. Ну, бывают люди с двадцатого, а переживала. Все хорошо получилось. А в подарок мне дали растительное молоко. И теперь я буду пить кофе с ним, с ним можно пить. Авена, авойна, пиво. А еще я хотел бы сегодня рассказать небольшой отчет за проделанный месяц. Раньше я, получается, делал больше за предыдущие вещи, и, соответственно, в конце года. Сейчас за этот месяц произошло столько добрых дел, столько всяких вещей, что, мне кажется, мы можем, ну, отбивать какую-то точечку, так, да, на жизнерадостном дереве. И хочу сказать про то, что мы в начале года, по просьбе отца Григория, из села Пища, Тенци, Тернопольская область, Тернопольская епархия, благодаря вашему участию, вашей доброй воле, мы собрали сто, одну тысячу гривен на колокола, на семь колоколов. Это, я называю, это полная звонница, потому что это достаточно сильная такая вещь. Там, напоминаю, был отобран храм, батюшка его построил. И так как средства приходят больше всегда, чем планируется, и получилось, что не два, не три храма мы организовали колоколами, а целых пять. Это Черновецкая область, Соломи Хача, это еще Министская область, это Латычью, это Одесская область, отец Алексей, это еще Тернопольская область. И получилось у нас организовать пять наборов колоколов. Общая сумма всего это, я смотрю, 293 тысячи. Потом еще у нас обращались люди за помощью разного типа. Ефросиния, 22 тысячи мы собрали ей на операцию, на глаза. Тысячу гривен у меня просили в Збройной силы Украины. Ну, мелочь такая, но все же. Потом 3000 гривен еще рабожий один просил, 2000 гривен батюшка просил на лекарства. Еще у нас Богдан, 30 тысяч. Потом 40 тысяч эти люди дополнительно у нас пошло на галитационный центр. И 2573 ушло на приобретение всех лекарств, которые ей нужны на полгода. Писали вы о том, что давайте, тетя Ребет, дадим денег, давайте мы ее сверху поможем. Еще чтобы она ушла заполненная. И я подумал, Марина сказала о том, что нужно еще лекарства. Я говорю, прекрасно. Она связалась с фармацентом, своим другом. Он посчитал всю сумму по ценам складским. Я перечислил ему сумму, он заплатил. И еще у нас 8,5 и 1200 гривен бабушке Тамаре. Мы выделили, будем помогать и дальше. Средства есть, мы будем помогать ее по проживанию в приюте. И общая сумма набежала 423 273 гривен за прошедший месяц. Еще очень много запросов. Еще много есть вещей, которые нужно сделать. Это я расскажу уже попозже. Вот, поэтому такой небольшой отчет. Вот, первое, имена, которые вы писали мне, я расповсюжил 5 приходом. 5 священников получили их. Будут за вас молиться. Это долгие, длинные списки. Батюшки написали мне, что плюс 30 минут на проскомедии. Вот, поэтому вот такой небольшой отчет. Как вы видели чуть-чуть раньше, да, там где Кроссдал, что девушка Марьяна подписалась. Получилось. Подписи идут. Сегодня мне писали фотографию. Наш чемпион Василий Ломащенко репостнул мою фотографию с разговором про подписание петиции. То есть народ обсуждает, народ действует. Я очень этому рад. В заключение хочу сказать, что не всегда так будет. Мягко говоря. Я не знаю, сколько продержусь я, сколько продержусь на мой канал. Потому что с первых дней моего появления, скажем так, на экраны через Одесскую епархию, естественно, мою любимую. И основательницу меня, как медийного человека. И впоследствии уже своего канала я преследовал лично свою цель. Вы знаете, куда. Во-первых, у меня не было куда выставлять фотографии, видео. Просто несколько уже мест. И потом было предложение с передачи Батитаты Дмитрия о том, что хороший материал, пропаганда семьи, пропаганда добра, пропаганда любви в хорошем смысле. И я понял, что можно выкладывать, во-первых, место хранить негде, во-вторых, показать людям образ современного священнослужителя украинской прошлой церкви, как он есть. Я очень много выкладываю. Мне люди пишут, вы пишите о том, что ты с Андреем. Это через счет лично вы делаете ошибку. Но я хочу так прожить жизнь, чтобы мне не было стыдно ни в этой жизни, ни в будущем. А плюс еще получилась такая нотка благотворительности, что можно кому-то помочь. И помочь конкретно, я пчела вам на бабушка зима. И с появлением таких целей, смыслов канала, появилась еще одна нота. Это популярность, которая может на что-то влиять. И некоторым силам, естественно, и людям, даже близким, даже церковным. Это очень сильно не нравится, потому что вообще люди тяжело переживают успех других людей. Хотя это не являлось моей целью. И в данном случае происходят какие-то движения, которые могут повлиять на то, чтобы меня облить грязью. Вообще закрыть и так дальше. Поэтому я, например, спешу. Я в видеоролике перед этим снимал и говорил, что я спешу, потому что разные показатели. Вы видите, война. Все может быть. Может быть убийство. Может быть трагедия. Может быть землетрясение, которое сейчас поразило весь мир. Может быть всякое разное. И со мной может произойти все, что хочешь. Но я обязательно хочу сделать побольше позитивных вещей. Именно позитивных, хороших, искренних. Всем знают меня, что я искренний. Если я говорю, я говорю всегда о душе. Я никогда не лукавлю. И часто говорю какие-то вещи, которые человека раздражают, потому что я говорю правду. И я не могу держать в себе. Я не могу лукавить, не могу юлить. С детства от этого страдал. Это моя натура. Это мое жизненное такое эго. По природе такое. Да. Не всегда может быть это хорошо. И последствия будут какие-то. Но зато мне легко в душе. И не страшно. Я чувствую себя свободным, в первую очередь. Поэтому хочу, чтобы вы этого поняли. Я благодарю вас сильно, уважаемые братья и сестры. Подписчики Жизнерадостного Каняла. За то, что вы не доверяете. За то, что вы не верите. За то, что вы пишете добрые слова. При встрече всегда пытайтесь меня обнять. Я тоже этому рад. Пытайтесь всегда и говорите добрые слова. Это все благодаря тому, что у нас есть такая прекрасная церковь. Что у нас есть вера. Что у нас есть такие прекрасные хереки, как Афангу. Которые очень демократично относятся к своим подчиненным. С любовью, с заботой, с поддержкой. Знают, когда надо немножко поставить на место, порубрать. Это потому, что у нас есть такие помощники возле Владыки. Хорошие, которые четкую цель понимают на жизнь, на работу. Это потому, что есть желания, таланты. Жена, дети, друзья, коллеги. Личные люди, с которыми хочется творить. И несмотря на то, что мы уже 12 месяц находимся в огне войны. Мы находим силы, мы находим возможность и делаем для людей, для нашего народа. Мы делаем для себя, для того, чтобы стать лучше, чище, добрее. И, конечно, оно все так получается. Я вам низко кланяюсь, уважаемые братья и сестры. Прошу молитву, чтобы Господь сохранил меня от злых языков, от злых глаз. От темных сил и от гордости, от обменности, от алчности. И сохранил меня в том состоянии, в котором я обладал на сегодняшнее время. С вами был Жизнерадостный Дьяк. Всем хорошего дня. Распроцюжу это видео про добрые дела. Как всегда, оставляю реквизиты. Людей много обращаются, потихонечку помогаем. И в ближайшее время еще расскажу приятные вещи. И вот так вот, дорогие друзья, всех обнимаю. Как слышите, процесс заболеваемости идет, проходит. Потихонечку я двигаюсь, пытаюсь не стоять на месте. Поэтому не буду сдаваться. Все будет доброе. Храни Господь.